все есть добрый день 24 лекция курса junior java developer набор август 2013 и сегодня будет вторая лекция по джипа джипа 2 говорит правильно потому что у него два версии джипа две версии и вторая намного круче первым можно сразу вопрос небольшой джипа это фреймвер нет этапе как же не бисе у нас есть до его хорошо очень хорошую книгу рекомендую посмотреть ссылку я кинул называется java persistence она в бумажном виде не существует существует исключительно в электронном виде причем она заточена вики формат все можно редактировать часу не два автора оба какие-то мега монстры мега монстры в программировании на джипа два автора оба пишут eclipse link это главный конкурент хибернэйта говорят более качественный но почему-то менее раскручены один десять лет занимается персистенцией другой 18 лет а я писал эту книгу она все еще пишется не дописывают рекомендую посмотреть на что я нашел очень много четких вещей сразу на что пацаны с рынка вот они голова номер четыре называется персистенция что использовать давайте посмотрим потому что табличка может ответить на многие вопросы и так ситуация следующая джипа это api в нем есть всего несколько классов то есть джипа один в один по структуре напоминает же не виси джипе си это просто пить его как бы самом то есть даже когда вы мало не подключаете вы подключаете какой-нибудь джипе сиропи джарник логовый в режиме компиляции и вам надо подложить какой-нибудь коннектор джи носим треки коннете зак маяськи здесь ситуация та же самая джипа это только дальше начинается конечно ады джабы потому что этого и есть вот несколько основных его реализации если когда вы работе с gdbc все достаточно проще вы выбираете базу данных это слава богу делать и не вы а какой-то у вас там db администратор да у вас с той стороны java с той стороны майский и окажется что у вас есть только один gdbc драйвер тут у вас java там у вас орак окажется что орак предоставляет там допустим два драйвера которые сто пятьсот раз в интернете сравнены и вы выбираете один из них кроме того особенности gdbc драйвера не так сильно видны через gdbc api тут все хуже оказывается что у вас есть 7 популярных реализаций gpa 2 вот написано название и кто их поддерживает то есть так или иначе оказывается вот тут я уже с лицензиями полное запутывание потому что хиберный он бесплатен он идет в открытых сердцах он таким был моего каким-то образом удалилась купить компания редхат я не понимаю как можно купить то что что они накупили вот реально там какой-то ад лицензии опенсорсных есть и вот они его разогрели да именно в этом смысле у нас появилась в инфраструктуре java несколько таких интегрированных стеков ответ на вас есть хиберный еще пара вещей сейчас я может вспомню и купила корпорация джейбос хиберный на реализации джейбос хиберный сам по себе джейбос это реализация g2 есть сервера джейбос купила компания компания редхат так купила в данном случае не слышишь о купила и поглотила а купила и теперь это просто структурное подразделение то есть не растворяет и уничтожает все компания редхат зачем город хат есть своя операционка она тоже на куда странной лицензии на вроде бесплатная версия линукса на не за что-то собирает бабло и немного берут бабло потому что не удается покупать другие компания сопровождение давно денег достаточно чтобы покупать целиком другие компании это не то что на 10 зарплат хватает мистом а этот редхат купила компания в эмбар она вот тогда купишься на образовался зачем они друг друга покупают эти товарищи фактически работает на уровне железа они наверное не производят и свои процессоры но наверно свои компы собирают и занимается виртуализацией да то есть в одной из дорогие железяки поддерживается логически несколько компов несколько экземпляров операционки они купили товарищей которые рулят операционкой которая купили в порядок покупки то есть если операционка зачем операционка это просто продукт куча бесплатных хороших потому что у них есть свой g2 есть сервер соответственно когда ты владеешь напротив операционка и g2 и сервером ты можешь одной из их загибать под другое а если тебя и g2 есть сервер то есть один же двое сервер должен реализовывать вот ужасный список всяких аббревиату а на из них джипа если ты хочешь быть получить на себя лейбов g2e совместимый сервер ты обязан сделать кучу всего мы смотрели у тебя даже поддержка джипа то есть отличие когда у вас spring то чтобы делать мы мало нам говорим хочу то-то-то-то все-все-все хочу gdbc драйвер ты говоришь подключать gdbc подключил а теперь подключать драйвер подключил хочешь же плата подключает же бараби подключил а теперь возьми реализацию джипа подключил то когда ты внутри джипа и сервера он обязан уже у себя в класс пассе иметь джипа и и какую-то реализацию что же она настроена за тюнинг никакой малым же двое тебе не нужен держу все собрали но все кучу этот весь так купили потому что вроде как очень удобно буржуям продавать железку на которой твоя железка твоя ось твой сервер со всеми двоих проверками вроде как эти шкафы стоят на по 200 300 тысяч долларов всяким банкам удобно все уже затюнено ускорено и поэтому появляется вот такие слова вот хотя и по этой статус это организация да это коммерческие компании и всем понятно что они владеют если толку сорт продукцию начать тут слова порогу я не я не понимаю честно пишут все миром написано чьё-то название там опять как-то сложно то есть вообще берем бесплатно но за поддержку берут деньги и берут как так много денег что компания на самом деле дорогущая компания джеймо стоит 100 миллионов 200 миллионов баксов это реализации что здесь есть есть хиберный если клипс и надо выбрать между этими двумя кто-то из наших студентов поступил в киеве в люксовскую интернатуру вот они там учат эклипсвинг то есть реально вот с молодых ногтей ситуация следующая это две основных реализации в реальности статистически пользуется одна из этих двух хиберный более популярный то есть настойка варкова по нему больше всего вопросов из всех джипа реализации но говорят что он кривоватый вроде как один слинг намного более такой прямой там все четенько красиво он выиграл кучу призов за красивую архитектуру с опенсорсники у них из внутренних соревнований у кого красивее дальше слава богу топлинка на самом деле нет потому что жил-жил топлинк последний выпуска 2011 что-то у них там засохло в общем вся команда ушла и начал делать эклипсвинг чем они не сбежали от оракла в эклипсе эклипс это совсем шароварщики орак корпорация а я не понял что произошло какой-то исход слава богу топлинка нет я все пониже по это просто попытка есть камни есть апачей назвать некоммерческая организация все что угодно лепит и вот они вечно что клеток начинается слова опыт они друг кунь какой-нибудь опи и лепят свой опыт трубу open gmx какой опыт же по вот хочется можно попробовать очень штука сыровалка но тоже видит два года уже ничего не выходило про эти штуки я ничего не слышал зачем ворот вы вторая реализация 2007 году все это для 3 короче все проще да из забавного джипа с одной стороны как моих примерах можно использовать чистом виде то есть просто-напросто у меня в чистом виде имеется ввиду что вот в коме я подключаю я подключился хибернейт ну а просто орг хибернейт у них есть там какой-то артефакт хибернейт entity менеджер ну это в общем хибернейт перекрученный под джипа это реализация джипа и где-то тут должен был скрутить прямо джипа она сюда входит почему в отдельно подключить но вот этой штуки есть зависимость на джипа и автоматически у меня произошел депенденция значит как бы транзитивной зависимости мне подключили джипа я могу в ручную прописать джипа молодым все вручную она выглядела вот так вот а не то же самое да иначе возникает вот такой вот ад а пи бывает как-то туго выходит и у меня но в совершенно разных местах окажется что набор классов который лежит java с персистанц реально может находиться вы вот группа и вот такой эклипсовский и там артефакт они джава персистанц другие ребята говорят мнение хиберной тоже своей группой и тоже выпустил джипа это уже слабо на потому что совершенно разных местах всплывает что джипа в числе не вижу тут то есть это не совсем правда получается что вроде как джипа является лежит внутри хиберной то на самом деле все хорошенько поискать наверняка можно найти что группа и диму каком типа джи 2 е и маловская и так дальше вот это джи 2 е сервера за что такое джи 2 е сервера то есть это нечто где в одну кучу собрано как минимум сервлеты джипа джем с еще кучу разных слов почему-то многие компании стремятся получить вот эту войну что получит он моим у тебя в одном месте уже в класс пола должно быть загружена реализация четкого перечня api это все даже быть оттестировано то есть например всякие там спринга веке они в этом делом не париться весь один а спринт хочешь джипа подключить джипа хочешь сервлеты как мы прикручу мало допишу сервлеты но многие компании почему-то стремятся все это делать вместе куском я не видел что вскоре мы взяли только половину все стремятся собрались от какой такой гонка такое соревнование ну в общем то потому что многие штуки стоят очень дорого за что именно платят я точно сказать не могу то есть вот эти веб лоджики всякие вот глаз фиш бесплатный джейбос условно бесплатный до поддержка веб лоджик платный джеронима бесплатный странные вещи и здесь приведено что вот этот же двое сервера а эти реализации эти реализации джипа используются вот в этих же двое сервера поскольку сервер должен иметь какую-то реализацию джипа то они друг да тут тоже какие-то странные лицензии потому что например в сервер аппликейшн сервер в сфер аппликейшн сервер это платный джи двое сервер от объема они используют внутри себя бесплатную реализацию это патч какой-то клубок лицензий то есть вот эти ребята умудряются продавать то что вообще гряда рынке идет бесплатно и лицензия этого видимо не запрещает это продавать это разная пи смотри джавин предпринималось очень много попыток как-то упростить работу с базой данных есть же висим это самый низкий уровень это фактически реально просто обернка над протоколом в котором общается база что получаете джава из сквере коннекшн фактически так фактически как свой сокет были разные попытки было джидал джава дата обжикс это какой-то зародыш который находится по силе есть версии он выходит все умер джи цепи он прошел стандартизацию то есть он признал самку придумала но они не выстрелили это какой-то такой видо короче не в недоношенный продукт между джерри бисе и джипа я в жизни и уже им пользовались выходит это версии китал консольс реализации но он какой-то недоделанное все проще на джерри бисе писать смп что такое компонент менеджер персистанц было есть есть и джиме вы джиме есть версия 1 это нечто вообще сырое недоношенное то есть как она быстро заменилась на и джиме 2 сейчас есть и джиме 3 со следующая эта штука почти никогда не работала доход или два было заменили вот это это чтобы очень-очень очень мелко это ничего не тощие замена и джиме 2 в то время предположили что когда у вас есть беды и джиме это нечто вроде как спин есть какой-то контекст и к нему приходишь даешь имя в ответ получаешь расконфигурированный пин и была попытка как-то сделать чтобы контейнер дел за вас побольше всего она была криво вас я то есть за работу с данными всегда критикуют и джиме считается что спринг палачей работы у него два способа они называются битман и же персистанц дро называется контейнер манейки персистанц битман и же персистанц это когда вам фактически в какой-то момент буквально давали прямо чуть ли не сырой gdbc connection и говорят на сохраняй себя да если у вас сложный бин у вас куча полей у которых поля полей вот так вот сходу взять из себя сохранить тяжеловато это вроде как шаблон дао он перестает работать когда у вас у вас сущность а в поле есть другие сущности у них третья сущность и четвертая сущность то есть захотелось сохранить компанию приходится там 10 страниц вытаскивать все данные это магический сырой как будто gdbc вот это какая-то заготовка тоже кривая в жизни не был человек который так и разобрался как это работает контейнер вроде как автоматически должен сохранять вины в этот же момент появляется собственно хиберный и он так дал есть конкурент вот это собственно топлинк это принесла клипсинг что так круто что говорят вот это мы выпиливаем вот это выпили выпуская новую версию gdb и для них обобщая опыт 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 форс решений делаем джипа сделали джипа гиджа персистент 1 сделали но диджикам она уже начала помогать у них вот с этим совсем было плохо что-то какая-то настолько кривая это несуразное было ни разу не видел что где-то использовали вилка кучу критики попробовал отвратительно мерзко ничего не понял сломать фич нет вот они обобщили опыт сделали джипа один куртили джипе 3 теперь и джипишник обстал чуть лучше лучше жить но вот эти штуковые все равно работает лучше до хиберный топлинк начали реализовывать джипа это все лишь опи на это эти же эти товарищи поскольку а пили пила с ним по не слегка модифицировали свои фреймворки у хиберный там это видим как в группе ворк хиберный тасс отдельный артефакт хиберный тодики менеджер чуть-чуть перекручены хиберный какие-то адаптеры там гигатор адаптеры на хиберный которые это хиберный может это делать поэтому все равно использовали люди если добить же билдера выбора нет должен сохраняться только средствами которые придумал и джипи вот так когда ты внутри джипи тебе говорят транзакции начнутся и закончится тогда когда говорит спецификации джипи все те в руки не дают коннекшн теперь это все матери у них выбора не было у обычных людей со всякими спрингами маванами которые учились выбрать выбор был они продолжили использовать последнее время вышло джипа 2 она по крутости фич соизерима с вот этими штуками и теперь получается ситуация следующей кадре джипи выбора нет используешь джипа 2 когда ты все собираешь вручную ты берешь штринг мало и пошел добавляешь 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 то все равно тебе надо выбрать как если ты хочешь использовать ора должен выбрать фактически хиберный или топлинк я выбрал допустим хиберный вот тут у меня вопрос выбор я либо напрямую использую классы и аннотации интерфейсы хиберный либо используя аннотации классы интерфейсы вот отсюда а хиберный умеет их тоже распознавать они на самом деле очень сильно похожи то есть там где у джипа есть интерфейс антите менеджер у хиберный тыс абсолютно идентичный интерфейс да тут получается аргумент о том что если вы пишете в чистом джипа то вы можете легко заменить одну реализацию другой в жизни не используется такой аргумент не используется почему в реальности так делают почему делает программист да почему бы я использовал джипа 2 они чисто в виде хиберный потому что вот реальность возможно на следующей конторе у меня будет использоваться топлин я просто не хочу знать классы хиберный то потому что когда я приду в другой проект там свойство блин а у него просто другие классы и от структура очень похоже или просто по-другому называются какие-то тонкости другие поэтому мне как программисту лучше использовать джипа я работаю в его сущностях но иногда приходится вручную задуматься как работать хиберный но восемь процентов времени я читаю книги по джипа и 20 процентов времени как это реализуют хиберный где он он чуть подкрутить тогда я могу менять сейчас две популярных реализации могу между ними прыгать для чего может контора требовать использовать джипа я не знаю да это тоже сосуда понимаю у него есть у эклипс линка и свое собственное пи но при этом он реализует джипа 2 джипа один то есть тут как бы полная обратная совместимость если на что-то ну может там кита мелкие есть недочеты но классы все те же самые на классах все почти то же самое возможно они только с вами справляли какие-то ошибки это именно развитие развитие ну давайте просто глянем то есть это просто такие все слова страны вот экзампл е джипа 3 джипа 2 очень похоже на спринг то есть вам тоже предполагаю вам тоже предполагаю вам тоже предполагаю вам тоже предполагаю что вы будете работать в рамках каких-то бенов но эти билы джипа лет каким-то правилам и самое главное их будет производить контейнер но если ты разрешишь что ты будешь создавать их не подъем а может приходить в контейнер просить или скажем имя а тебе по имени будут давать готовую сущность то они обещают тебе кучу всяких значения и дальше начинается то есть я ведь не силен уже какое-то время не читал так что он забывается все очень быстро ну и я больше на спринг проекта был лепишь какой-то класс на следующий интерфейс ты пишешь стоит вас стоит означает у тебя нет состояния значит ты обещаешь что твоя штука после запроса такая же как и до запроса подозначаешь и не надо тебя привязать клиенту как сервлеты пришел запрос от иванова дали сервисер экземпляр сервлета пришел запрос от петрова даю тот же сервлеты потому что если ты говоришь что ты стоит у тебя пытаются привязать как будто повесить в сессию нет нет в этот экземпляр вина пришел первый запрос от иванова эта штука заполнила форма из многих страниц и теперь сюда набросать последующий запрос от иванова запрос от петрова другой взгляд ставишь собака стейкласс да и живи напоминает одновременно и сервлеты и spring spring в том смысле что он конфигурирует бин и ты пишешь ему всякие аннотации и рассказываешь как ты хочешь жить у спринга похоже ты говоришь я хочу сюда депенденции джекшен сделать мне пожалуйста вот в это поле положи то то другой стороны и gb напоминают сильные сервлеты в том смысле что приходят запросы из интернета и для запроса находят адекватный бин запросы приходят в сервлеты по http а в gb могут по разному очень приходить по асинхронным сообщениям по gms по веб-сервисам то есть можно так бин накрутить что бин будет получать запросы по веб-сервисам фактически но веб-сервисы по http то есть и gb будет вести себя как сервлет типа запросы в xml из интернета пришел мне говорят вот и вот тут дальше начинается элемент очень похожий на спринг ты заводишь себе поле или ты обязанного завести помечаешь собака ресурс и тебе сюда ставят некоторые джеки контекст если сервлету дают в аргумент другая до пост пошли тебе сервлеты ракуиста штипи серия треста сыграет вот это твой контекст туда аргументы которые пришли беда же сессия найди в этих методов где-то те нужны рекой диспатчер на них метод возьми рукой диспатчет это твой контекст твое окружение не делай синглитоны вот все же тебе надо у тебя в рукости а весь ответ пиши в расспорт тут качестве контекста используется и джеки контекст тебе должна транзакция да вот когда ставится вот это могу ошибаться но наверное я говорю этим каждый вызов метода этого бина должен быть отдельной транзакции когда мы работали в спринге он говорит какие транзакции нам пришлось писать свой транзакшен менеджер зато мы лепили где хотели мы залепили его в контроллере то тут не так тут контейнер говорит я тебе рожу бин но ты не можешь вручную прямо стартовать транзакции коммититься роллбетчиться нет у тебя есть набор аннотации то есть четкость пека и нагрешу транзакции делаются так так и висят все за это и и джеки любят всякие финансисты банкиры что программисты не выделывались а у них был выбор так уж налево и направо отмечаешься видимо это означает что каждый метод этого вина это будет отдельная транзакция вот я внутри метода и вот из этого поля который мне заиндектировали я не логат юзер транзакциями дают какой-то объект транзакции а у него таки есть методы багин коммит или делаешь влбк давайте шут еще то есть что-то я говорю а то же самое а а а а а а а а Ну, котик и байджи би. Да, есть. Есть, собственно, pet-shove он называется. Это первые придумали EGB-шники. И если вы хотите G2EE, то, собственно, есть такой G2EE tutorial, и он бросает вот на Oracle. На Oracle лежит Tutorial, вот G2EE. Вот так он выглядит. Вот его надо смотреть. Но тут чертова уйма API. То есть из-за того, что они G2EE... То есть у человека, в общем-то, есть выбор, у джависта. Если он хочет идти именно в корпоративный мир, писать сервер в сайт. Не Android, не Desktop. Либо он Springvik, либо EGB-шник. Если он не EGB-шник, то EGB не существует в вакууме, и EGB только существует внутри G2EE сервера. Потому что EGB надо очень много чего. И поэтому сразу сталкивайтесь с таким мега-учебником, где вот тут вот просто жуткий список технологий. Джава серверы Faces, да, у вас должны быть. Сервлеты должны быть. Веб-сервисы, да, у вас будет. JAX-RS будут. И тут много чего. Персистенс, у тебя должен быть Java, J-Power. У тебя нет выбора. Хочешь писать на EGB, ты попадаешь в G2EE-контейнеры. В G2EE-контейнере, в общем-то, один сырой JDBC. С одной стороны, ты когда ставишь это JBoss, вот это все слева, оно у тебя автоматом появляется. Тебе не надо это маваном собирать. Оно у тебя все будет. Из минусов. Получается, что ты резко теряешь свободу. То есть у тебя огромное количество вещей, и тебе рассказывают, как жить. Транзакции делай либо так, либо сяк. Это делай либо так, либо сяк. Жизнь, чешка по уставу. Я говорю, я знаю одного, знаю одного именно JB-шника. Вот работал в конторе, мне было 50 человек, он был единственный, кто ходил в брюках и в рубашке. У него так все было. И он себе купил спортивную машину. Учите спринг будете на велосипедах. Да. Хорошо. Ну, просто надо родное, это было очень вкусно. Щупать не надо, когда JB-шник. Так, пошли по коду. Давайте щупать будем. На перерывы. Я решил на JPA несколько типичных задач. Наш проект я не перепиливал, потому что внедрение JPA затронет очень многие места. Там не надо лекцию. Наш транзакшн менеджер будет выкинуть, например, у них свои транзакции у JPA и так далее. Поэтому я отдельно создал проект Junior JPA Demo и решил несколько задачек. Так. Вот пример кода. То есть сегодня из того, что я думаю, мы посмотрим типичные маппинги. Это есть в коде. Разберем, какие хэши есть у JPA. Одна из самых хэши. И рассмотрим несколько сложных задачек. То есть я попытаюсь противопоставить подход, когда у вас есть сырое GDBC, и вы на нём клепаете некоторую такую подделку типа DAO. Да, то есть просто GDBC плюс-плюс. А с другой стороны JPA. Каждый из подходов имеет свои очень сильные минусы, плюсы по сравнению с другим и очень сильные минусы. Если кратко, в JPA вы, в общем-то, теряете контроль. Он говорит, коннекшена больше нет, SQL совать некуда, разберём всё за тебя сами. Как только у вас сложная система объектов. Ты говоришь, а можно мне, пожалуйста, я всуну SQL, получу results-set и по нему сам всё постройки, вернее дудки. Вот. Итак. Задачка номер один. Идём в базу данную. Маленькую базу создал. SQL по созданию базы я вынес, они в проекте есть. А можно поставить SQL. Я решил не все классические задачи, давайте их перечислю. Ну как? Это элементарные операции, это элементарные отношения между классами. Я их разберу в реальной жизни, когда у вас получается граф объекта, у вас их отношений очень много. То есть каждый раз между любимыми два класса есть одно из двух отношений. Одно из списка отношений. Отношение номер один. Это, собственно, типичное, это значит много к одному. Money to one. Так? Я сделал типичный какой-то у меня есть parent, child. Как он выглядит? Да, у меня у всех таблиц есть ID, у всех есть caption. Я не использую просто ID, это первичный ключ в таблице. Caption – это какой-то личный атрибут данной сущности. Мне было лень придумать как-то основные названия, у меня у всех caption. Есть предок, есть как бы потомок, но не в смысле наследования, а в смысле, что у предка много потомков, а у потомка только один предок. Я влюблю у потомка внешний ключ, то есть у меня есть дополнительное поле parent ID. И накладываю constraint, что parent ID – это внешний ключ на первичный ключ этой таблицы. Раз, и набил каких-то данных. Вот у меня есть предки, один, два, три, я их назвал незамысловато, parent 1, parent 2, parent 3. Caption. Есть child ID, значит. Первый, второй, третий child – это потомки первого parent. То есть у первого parent 3 детеныша, у второго 1 детеныш, у третьего 1 детей. Как бы перебрал всю ситуацию. Дальше, вот мой пример кода. Пример кода, что тут происходит. Есть у меня некоторый persistent xml, он достаточно точный. В прошлый раз мы уже смотрели, давайте еще раз кратко. Я видел какой-то persistent unit. То есть это фактически такой атом спецификации. Зачем кому-то может потребоваться объявление нескольких разных persistent units, я на вскидку сказать не могу. Сразу GPA затачивалась под G2E сервера, а там вполне нормально, когда 200 человек на одном проекте работают пять лет. Реально большое банковское приложение. Какие-то сотни модулей, какие-то огромное количество функциональности. Десятки и сотни сайтов они поддерживают одновременно. Десятки баз данных. То есть у них там может быть… Если читаешь спеки, которые были рождены специально для G2E, вот GDBC и сервлеты, они рождены для базы данных и для сервлета, для HTTP. А вот GPA родили для G2E. Там постоянно заточено, что всего может быть много. У тебя есть entity-менеджер и есть специальная глава, как сделать очень много entity-менеджеров. У тебя что-то есть, и говорят, как сделать их очень много. То есть у них это основная проблема, потому что чертовы были не работают. А что такое persistent unit? Еще раз, скажи, ты думаешь? Persistent unit – это единица настроек. У нас он выглядит как persistent unit. Я даю название gpa-demo, да, вот этому. У меня в коде он выглядит как entity-менеджер-фактори. Почему такая игра терминологии, я не знаю. То есть вот gpa-demo. Вот тут это сущность называется persistent unit в рамках настроек. А тут называется entity-менеджер-фактори. Entity-менеджер-фактори производит entity-менеджера. Entity-менеджер – это уже фактически connection. Можно так сказать кратко, что persistent unit – это как будто gdbc-драйвер. У него есть свой URL, у него есть свои какие-то настройки, есть IP-шник, логин, пасворд. Только мы сейчас думаем не о базе, а джависте. Джависте все равно, куда оно смотрит. Главное, чтобы к нему получился, и, ходя через него, ты выпадаешь в одно и то же место. Ну, если у тебя два gdbc-драйвера, ты один что-то закоммитил, другой читаешь, там этого нет. Да, потому что два драйвера скорее все смотрят в разные базы. Это не обязательно, можно извернуться, поднять два экземпляра gdbc-драйвера, смотрящих в одну базу, но это как бы извращение. Здесь тоже самое. То есть, persistent unit – это как бы аналог gdbc-драйвера, в коде он выглядит как entity-менеджер-факторий, и он производит entity-менеджеры. А что такое ресурс local? Вот здесь оказывается, что у меня выбор. Я должен сказать, как мы управляемся с транзакциями. Либо ресурс local, либо gta. Java transaction. Да, тут опять начинается жуткая какохота без терминалов. Есть gpa, gta, gts, ots. Он вот так. По-моему так. Да, я как-то у человека увидел все три аббревиатуры на собеседовании, избил требования к зарплате, что-то вроде в четыре раза. Пришел смелый джунир, попросил две тысячи долларов. Срава гонять нельзя. Я говорю, вот у тебя три штуки. Java persistent API. Persistent, то есть сохраняем базу данных. Java transaction API. Транзакции, база данных. Java transaction services. Транзакции, база данных. Мужик говорю, а зачем у тебя три разных аббревиатуры, для работы с базой данных? Говорили, говорили, говорили. Он говорит, ну я сался на тысячу долларов. Я говорю, давай еще поговорим. Процент согласился на 500, и мы его спокойно выгнали. Скажите, нам эти дешевые сотрудники не нужны, иди учим отчасти. JPA, JTA, так. Совсем кратко. Если вам встретиться. Смотрите. Это уже не Jaws API. Это стандартная API по работе с транзакциями такой старой спецификации, как CORBA. А как перед проблемой от ProDS? По-моему, Object Transaction Service. Была такая мега спецификация. У них была идея создать универсальный фреймворк, чтобы можно было строить, а, распределенные решения. Ну, классика это, у меня есть несколько баз данных и несколько машин. Я хочу, чтобы транзакция охватывала несколько баз данных. Всякие там крутые базы данных, типа Postgres и Oracle это поддерживают. Вот я могу сделать два connection, охватить их транзакцией, отсюда данные забрать, отсюда данные сохранить. Если я вот этой мега транзакцией говорю rollback, то у меня возвращается всего две базы данных. Вот. И при этом, чтобы сам сервер был распределенный. То есть, это у меня компы, это базы данных. CORBA, это была одна из первых попыток, когда я вот это все соединяю вместе CORBA. И у меня соединения базы идут как бы в облако. Я тогда могу на этой машине начать транзакцию. Например, тут что-то поизменять, тут что-то поизменять. Потом на этой машине продолжить транзакцию, сказать, я из той же транзакции, что этих ребят. Поизменять тут, поизменять тут. А на этой машине сказать, вот те ребята крутили, вот мне не понравилось, давай rollback. И у меня отменится все в этой базе, все в этой. Где-то она вроде как работала, но почему-то не пошло очень сильно в массы. Но у них ряд SPEC очень мощный. Реализация CORBA идет в составе JDK. JDK это Java Transaction Service, это просто-напросто как джависты видят CORBA. А JDK это как джависты видят транзакции, которая не ведет через GTS, которая скорее всего через OTS. В общем, обычный человеческий джавист вот тут живет. Вот это фактически, как размечать бины, чтобы сказать базе данных. Это поле ложится в ту колонку. Тут у меня long, но туда, пожалуйста, сделай из него ворчар вот такой. GTS уже нужен тем товарищам, которые реализуют GTA. GTA это вот то, что мы смотрели. Я в вине, у меня есть EGB контекст. Я из него могу вытащить какую-то транзакцию и начать что-то с ней работать. Короче говоря, сейчас, давайте кратко. Есть JDBC. Это фактически сырой доступ к протоколу работы с базой. Там был достаточно сырой. Ты прямо отдаешь SQL, и назад получаешь связаться. Вот. И он чудесно, нормальные люди работают с ним. Если вы ставите хибернейт, он говорит, дайте мне JDBC. Но оказывается, что когда начали писать EGB и цельный G2E, то там была идея, что ты сразу разворачиваешь огромную инфраструктуру и сразу начинаешь писать менокорпоративную систему. Идея, что ты людям даешь сырой JDBC, и они прямо там кидают SQL, и пальцы отрезал C, и пишут до ложки, им не подходило сразу. И они придумали некоторый дурацкий способ, каким можно экранироваться от сырого JDBC. То есть основная идея G2E сервера, что ты ничего конкретно не видишь. Ты говоришь, не-не-не, ты вот JDBC не видишь. Мы за тебя это все как-то сделаем, а тебе дадим только место, где у тебя будут методы Begin, Rollback и Commit. И вроде как оно таки выстрелило, потому что эти дорогие штуки продают много экземпляров. Я на таких проектах ни разу не был. То есть вроде как во всяких EFAM есть такие проекты, там человек по 40 сидит. Они экранируются, и фактически вот это такое JDBC минус-минус-минус-минус-минус. Там постоит во всем GTI типа 8 классов. Какой-то exception, какой-то класс, у которого есть Begin, Commit, Rollback. И до конца. И до конца.